Сегодня в водную гладь реки украсили две скамейки. Как оказалось, ранее они стояли на набережной напротив пенсионного фонда. Здесь же оставлены разбитые урны. Местные жители сразу же поняли, это дело рук вандалов. Я увидела, возмущена была. Надо же, действительно вандализм или что это с молодежью нашей. Вот и перед Олимпиадой был такой порядок. Сейчас я вообще не знаю, где полиция наша. Чистота, порядок, все четко, дежурили патрули, все. Где сейчас власть, я не знаю вообще, я не понимаю. Это лавки сегодня ночью выкинули? За последние полгода это далеко не первый случай вандализма на набережной. До Нового года неизвестные хулиганы разбили парапет на улице Конституции. Причем нападение у града подверглось несколько раз. Врождены целые пролеты. Сейчас начата реконструкция, ее планируется завершить 1 марта. Работу взял по свой контроль глава курорта. Нынешнее ЧП тоже не оставит без внимания. По данному факту написаны письма правоохранительных органов. Правоохранительными органами будет истись проверка. Ну, скорее всего, уже ведется с помощью камер безопасности, безопасный город. Я так думаю, вандалы будут найдены и наказаны по строгости, скажем так, закона. Да, что говорится. Значит, в данный момент скамейки, которые были разрушены, восстанавливаются силами администрации города и района. Скамейки, урны, элементы благоустройства. В вопросе благоустройства, а теперь уже спасения родного города от вандалов, равнодушных быть не должно. Поэтому районные власти и полиция очень рассчитывают на любую информацию от сочинцев, которая поможет пролить свет на ночные бесчинства хулиганов. Игорь Кырпа, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.